Проблема в исторической политической сути, сущности даты в Советском Союзе и в России праздник становился и становится все более милитаризованным. Это праздник оружия, праздник военной победы. Это праздник уже не для людей, а для власти. Потому что сегодня на победе формируется великодержавный российский миф. Мы завтра это будем видеть на параде, когда пройдет новая военная техника, какие-то новые танки и так далее. Это праздник оружия, в то время как в Европе это память о жертвах, это уроки трагедии, потому что война это трагедия. И если нужно праздновать День Победы, то надо праздновать День Победы над войной, а не просто День Победы одного тоталитарного режима над другим тоталитарным режимом. Вот это что надо помнить. Во-вторых, почему важен День 8 мая? Потому что мы вступили фактически в символическое пространство Европы. Понимаете, реальности нет без символических координат. Если это праздник, человекоцентрический, гуманный, и это день для того, чтобы помнить о жертвах, чтобы не допустить трагедию, чтобы не допускать новой войны, отсюда примирение. Это не примирение врагов, а это отношение к миру, настроенность на мир. Вот это важно. Почему сегодня Германия самая пацифистская страна в Европе, и все-таки делает ставку на дипломатию, на мирное решение конфликтов, не только в Украине, но и в других конфликтах Европы, горячих точках. Потому что они вынесли эти уроки трагедии. Целая программа после Второй мировой войны демилитаризации Германии была, деноцификации Германии, детоталеризации и так далее, как мы сейчас проходим этот момент такой. Это целая программа, она в течение десятилетий работала. Ну да, вот между прочим, канцлер Меркли хоть и не едет на вот этот самый пресловутый парад на Красной площади, но в Москву таки едет для того, чтобы... Она заявила, что она должна возложить венок к богине неизвестного солдата в уважение его вклада в победу над режимом, который развязал эту войну. Память о том, что Германия до сих пор, по ее мнению, несет моральную историческую ответственность за ту трагедию. Еще один урок евроцентризма или человекоцентризма. Войны выиграют не генералы. Войны выиграют простой солдат. Народ выиграют войны. Это тоже надо чтить солдата простого. Не на словах, а на деле. Не на парадах, а в конкретной реальной жизни.